Также в столице подвели итоги финальных схваток 22-го турнира подзюдо на призы спортивного клуба «Славотич». В первый день соревнований в нем приняли участие 239 спортсменов, из которых 42 девушки. Всего же в турнире примут участие почти 500 несовершеннолетних и взрослых спортсменов в 15 весовых категориях из 26 районов Якутии, спортивных клубов и регионов России. Слезы из-за поражения здесь обычное явление. Два дня спортсмены выясняют, кто сильнейший дзюдо из России. Покорить якутский татами у Алексея из Владивостока не получилось, хотя боролся до последнего. Я старался как мог, но у меня физики не хватает, поэтому я проиграл сопернику, потому что у него была и техника, и физика. Меня папа повел, мне как-то понравилось самому. Я решил добиться, мне понравился вид этого спорта, я уже начал строить планы. То есть мы вот эти все показатели собираем, как на Республике от Бороса, как на Дрыхане от Бороса, как на Славуче от Бороса и формируем сборную команду. Потом уже эту сборную команду везем уже на выезд или на Дальний Восток, или в Сибирь, или в Россию на выход и так далее. Дзюдо, как и в любом виде спорта, главная воля к победе. Сандал лишь начинает путь в японском единоборстве, но перед опытными соперниками не пасует. По итогам первого дня спортивный клуб «Славутич» из Якутска занял первое место среди мужчин и женщин. Спортсмены из Алдана заняли первое место в весе до 39 килограммов и второе место до 36 и 46 килограммов. Спортсмены из Мирненского района вошли в тройку победителей в шести весовых категориях. Сегодня заключительный поединок дзюдоистов, а также самая зрелищная часть соревнований в абсолютной весовой категории. Никаких ограничений по весу. На первый план выходит техника борца. Каждый желающий совершенно бесплатно может сегодня прийти в спорткомплекс «Триумф» и поддержать спортсменов. Александр Зубехин, Илья Сыремятников, Якутск.